Привет, просветители. Похоже, в Рособранадзоре решили, что ситуацию, когда из экзаменов в окошко выходят только одиннадцатиклассники, автор видео не поддерживает подобное решение. Хочешь выйти? Вон дверь. Вышел и зашел нормально. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Надо менять и легким движением руки предложил внести в список смертников еще и девятиклассников и учителей. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Экзамен для учителя увидеть не хотите ли? Буквально несколько недель назад мы обсуждали с вами законопроект об отмене ЕГЭ. Дума рассмотрит его уже этой осенью. И вот на фоне этой шумихи глава Рособранадзора Анзор Музаев еще никогда должность так не подходила человеку. Да, шутки за 30 подъехали. Сделал ход конем и шокировал общественность целым набором весьма ярких заявлений. Там такая мякотка, при всем желании одного видео не хватит. Поэтому сегодня поговорим только об экзаменах. Девятиклассники и учителя, ваше время пришло. С чего все началось? Шум поднявшихся вокруг отмены ЕГЭ заставил наших уважаемых законотворцев собрать круглый стол. В любой непонятной ситуации собирай круглый стол. Никакому особому результату депутаты не пришли. Кто-то сомневался. С другой стороны разрешили проносить иконы на экзамены. Это ли не достижение? И вот пока рассуждали об иконах, воде и рамках на входе в школу, неожиданно прозвучала мысль. А давайте отменим ОГЭ. Ого! Депутат Александр Спиридонов сначала назвал идею отменить ЕГЭ чистым популизмом, а буквально через несколько минут произнес. ОГЭ, для чего нужно? Предлагаю ОГЭ отменить. Лишние деньги, лишние нервы. ОГЭ действительно ни для чего не требуется сегодня. А деньги, между прочим, достаточно большие тратим. И опять же, родители и дети лишний раз нервничают, подчеркнул депутат. Идею осторожно поддержали и другие политики. Но, естественно, в Рособранадзоре, который отвечает за экзамены, ничего отменять не планируют. Так что я бы на твоем месте сборник пробников не выкидывал. Но раз парламентариям непонятно, на что ОГЭ влияет, то тут же поступило предложение. Давайте сделаем ОГЭ более значимым. Я прям вижу, как в этот момент лица будущих девятиклассников засияли. Детки так на ЕГЭ переживают. Давайте ОГЭ в ЕГЭ предвратим. Экзамены в девятых классах надо переформатировать в первую очередь с учетом целеполагания, чтобы понимать, для чего мы их проводим. Сейчас возникает совершенно справедливый вопрос. Для чего сдают экзамены в девятых классах? Вообще, конечно, забавно, что глава Рособранадзора не может ответить на вопрос, для чего нужно ОГЭ. Тут уже у меня сразу же масса вопросов возникает. Я считаю, что результаты этих экзаменов необходимо учитывать при поступлении в техникумы, колледже. А вот и привет ЕГЭ. Как вы понимаете, ситуации мне нужно просто сдать, чтобы аттестат получить. И мне необходимы высокие баллы, иначе я не поступлю, немного отличаются. Чуть-чуть. Буквально на пару упаковок глицинчика. Сейчас конкурс в некоторые техникумы выше, чем выше учебные заведения. Аттестат это все-таки текущие оценки. К ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов. А вот здесь могу согласиться. Думаю, многие из нас знакомы с хорошими мальчиками и девочками, которым ни в коем случае нельзя портить аттестат. Помните, я как-то историю рассказывал? Павел Викторович, Саше по-русскому нельзя четверку получать. Он хороший мальчик. А Саша четверку и не получит. У него выходит тройка. Достаточно много случаев, когда выпускнику дают красивый аттестат, чтобы он не шел в 10 класс, а поступил в техникум. При этом при поступлении он будет конкурировать с более сильными детьми, у которых в аттестате выставлены объективные оценки. Это неравноправие, конечно, будет раздражать. Оно будет еще больше всплывать в техникумах. Справедливы ли эти слова? Да, абсолютно. Но образование это сложный, комплексный процесс. Именно поэтому меня всегда удивляют крики из серии «Ааа, ЕГЭ это полный отстой!» или наоборот «Банна небесная!». Как бы мы ни относились к единому экзамену, сложно отрицать, что он очень сильно влияет на то, как сейчас учатся старшеклассники. Хочешь ты этого или нет, но что учитель, что ученик, естественно, будет делать акцент на те задания, которые могут встретиться в день Х. Потому что сколько бы ни говорили про общее развитие, интерес к предмету и прочие красивые бла-бла, надо помнить, что возможно даже от одного балла будет зависеть поступление в ВУЗ. Учеба уже давно воспринимается как подготовка к экзаменам. Вы можете полтора часа потратить на беседу, почему все предметы одинаково важны. Ну, кроме разговоров о важном. Они-то всегда вот здесь. Самые важные. Разговоры о важном со стоповым. Но когда твое будущее зависит от баллов на конкретном экзамене, приоритеты само собой меняются. Музаев действительно прав. Школы разные. И чем слабее учебное заведение, тем проще выйти из девятого класса просто с потрясающим дипломом. Получить пятерку по алгебре физмат лицея и, допустим, в деревне Зюзина, несколько разная история, согласитесь. Чем меньше талантливых и мотивированных учеников в классе, тем сильнее работает принцип хорошей девочки. Когда Маша получает пятерку не потому, что она действительно отлично знает предмет, а потому, что все остальные в настолько глубоком болоте сидят, что Маша выглядит, ну, просто как настоящая звезда. И, естественно, вопросы к аттестату Маши и ее поступлению возникают. Сейчас в девятом классе сдают два обязательных экзамена и предметы по выбору. И последний зачастую из серии, что попроще. Как вы понимаете, это совершенно иная стратегия, нежели ЕГЭ. Там ты сдаешь, что нужно тебе, что требует ВУЗ. В новых условиях уже ОГЭ будет тем самым судьбоносным выбором, с которым определиться нужно как можно раньше. Желательно год за два. План «Я просто хожу в школу и хорошо учусь» уже не факт, что сработает. Потому что теперь тебе нужны не оценки в журнале и аттестате, а высокие баллы на экзамене. А это вообще не одно и то же. Мы уже сейчас постоянно видим в 10-11 классах деление предметов на нужные и ненужные. И нужных зачастую три. Если повезет, четыре. Я не сдаю ЕГЭ, значит я не тратчу на это время. Теперь подобные фразы учителя начнут слышать класса с 8-го. Вот это туннельное обучение стартует еще раньше. И многих педагогов это, естественно, беспокоит. С одной стороны экзамены для галочки и нарисованные оценки в аттестате, а с другой сверхранний выбор профиля и просиживание штанов на остальных предметах. Что из этого лучше, я не знаю. Если сравнивать ЕГЭ и ОГЭ по уровню стресса и все как в тюрьме, то, конечно, опыт 9-ти классников даже рядом не стоял. Предыдущая версия экзамена, и если мы не говорим о Нижнем Новгороде, там же в этом году детей держали непонятно сколько часов, потому что экзаменационных работ не было. Если мы повышаем статус ОГЭ до вступительного экзамена, то там уже включаются совершенно другие уровни честности, проверки и так далее. Трясти всех будут как в 11-м классе. Весьма популярный ответ на вопрос, почему ты не идешь в 10-й класс, я не сдам ЕГЭ. Я боюсь. А теперь этим детям куда? На работу с 14-ти? Минутка саморекламы. Если вам интересны новости из мира образования, то подписывайтесь на мой телеграм. Там этого добра в избытке. Буду вас очень ждать. Наверное, чтобы учителям было чего бояться, но они же мало о результатах ЕГЭ своих выпускников переживают, Рособорнадзор придумал экзамен и для учителей. Страдать так вместе. 7 июля Музаев заявил, что российским педагогам уже в ближайшее время предстоит доказать свою компетенцию. Мы сформировали такой пул вопросов для этого исследования для учителей, который полноту картинки раскрывает. Его профессионализм, его подготовку в плане психологии, его подготовку в плане методологии. Можно быть вундеркиндом, знать информацию очень хорошо, но если ты не можешь, не обладаешь методиками, не знаешь психологии детей, не можешь довести эту информацию до детей, конечно же, это педагогический дефицит. Меня точно нельзя назвать врагом тестирования. Недавно на канале вышел ролик о ЕГЭ по русскому языку, в котором я говорил, что тестирование действительно может показать знания. Филологически. Что там планирует проверять Рособорнадзор учителей, я понять, увы, не могу. Какой такой профессионализм? Знания по предмету? Окей. Теорию из педагогики и психологии? Допустим. Только вот профессионализм учителя в первую очередь проявляется на уроке. Как он объясняет материал? Как педагог взаимодействует с детьми? Как ведет себя? Он дисциплину-то держать умеет? Чиновники от мира образования настолько привыкли к записулькам и отчетам, что решили, что теперь они смогут определить, хороший ли перед нами учитель с помощью ответов на вопросы по результатам теста. Теста, Карл! Я даже молчу, что учителя и так как бы аттестацию проходят, открытые уроки дают. Это тогда все зачем? Нужно просто в очередной раз доказать, что в школе порой работают непрофессионалы? Так я и так это вам скажу. Вы требования к педагогам видели? А зарплату в провинции? Там где-то у дверей школы толпы педагогов ждут в своей очереди, чтобы заменить провалившихся на экзамене? И да, к теоретическому экзамену надо готовиться. И немало. Каким бы замечательным математиком ни был Шизоид Парфентич, и какие бы потрясающие результаты ни показывали его ученики, я вот сомневаюсь, что он сходу все идеи Сухомлинского перечислит. В том-то и дело, что реальная работа учителя с детьми будет оцениваться по теории. У вас школа держится на соплях, палках и кучке энтузиастов. Давайте заставим последних оставшихся пенсионеров экзамен сдавать. Будет, конечно, весело наблюдать, как и эти учителя из школы побегут. А на их место кто придет? Чиновники из Минпроса? Я не говорю, что никаких проверок быть не должно. Я просто считаю, что у нас в системе образования, во-первых, и так сплошные проверяльщики, а во-вторых, даже замечательно, идеально выполненный тест вообще не показатель того, что учитель сможет провести урок. Надувать сопли пузырем и устраивать конкурс самый умный, когда у вас в школах нет молодых учителей, ну это просто бред чистой воды. Вы условия-то точно создали, чтобы у вас работали только лучшие из лучших? Понимаю, звучит обидно для лучшей системы образования в мире, но вот те учителя, что есть, это все. Новых не предвидится. Юные, прекрасные, талантливые в массе своей в современную школу не пойдут. А если каким-то образом они там и окажутся, то вы же их и выдавите со своими бумажками и проверками. Повышаем престиж профессии педагога. Зарплата 3 копейки, зато теперь каждый год нужно будет экзамен сдавать. А что будет, если учитель не наберет нужное количество баллов? Его уволят? Нет, конечно же. Работать-то некому. Педагога отправят на курсы, чтобы он свои знания подтянул. И вот вместо того, чтобы готовиться к урокам, учитель будет сидеть теорию слушать. Потому что практику никто и не планирует проверять, похоже. И те же самые товарищи, которые детей-то в жизни в глаза не видели, будут по листочку читать, что и как нужно делать в современной школе. А наша Глюк Андреевна потом все это ночью будет зубрить. Ну, тест-то надо сдать. Если раньше на рейтинг школы влияли результаты учеников, то теперь экзамены педагогов будут учитываться. Выигрыши останутся все. Кроме Глюки Андреевны и ее учеников. А мне вот еще очень интересно. А вот на подобный пул вопросов какие-нибудь разработчики разговоров о важном будут отвечать? Потому что у меня к их профессионализму очень много вопросов. И они как раз таки распространяют теоретические знания. Так что вот им бы как раз таки тестирование не повредило. А чиновники? Их проверить не надо? А где пул вопросов для политиков, которые как по расписанию бред несут? Только учителям нужно свою квалификацию доказать. Странно. Когда идея Музаева стала достоянием общественности, многие остались, скажем так, недовольны. И этих самых бузатеров и раскачивателей лодки оказалось настолько много, что Рособранадзору пришлось включить заднюю. Оказалось, что экзамен будет анонимным. Страдать будет только рейтинг школы. Тогда как вы эти пробелы в компетенциях педагогов будете устранять, если вы знать не знаете, кто тестирование провалил? Участвовать можно будет по желанию. Как-то это не особо вяжется вот со следующим заявлением. Всего оценка будет включать в себя 69 показателей трех основных областей. Уровень подготовки детей, компетенции учителей, качество образовательной инфраструктуры. Как пояснил Музаев, раньше такие оценки строились только на основании результатов учебы у детей, что не давало полной картины. Только когда во всех трех областях хорошие результаты, качество образования можно считать высоким. Что же у вас за полная картина получится, если участвовать, допустим, захочет только один педагог? Или это как разговор о важном. Внеурочка? Ну, обязательная. Тест по желанию? Ну, пройти должны все. Анонимно, но фамилию карандашиком наверху напиши. Очевидно, Рособорнадзор не ожидал такого бурления среди педагогов. И поэтому срочно пришлось выдумывать какие-то достаточно странные, на мой взгляд, объяснения. Что же мы получим в итоге, станет понятно уже этой осенью. Но складывается у меня впечатление, что как в ситуации с девятиклассниками, так и с учителями, чиновники сделают то, что нужно именно им. Главное, чтобы в итоге циферки в отчете красивые получились. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, там интересные все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы, и доступен эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и отдельное, гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boosty. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи!